До начала нового учебного года ровно неделя. Вместе с новыми знаниями школьников ждут и новые образовательные стандарты. Например, в расписании появятся дополнительные предметы, при этом перестанет быть обязательным второй иностранный язык. Какие еще изменения произойдут уже 1 сентября, об этом мы не только поговорим в студии, а у нас в гостях Галина Бояринцева, частный педагог по английскому, немецкому и русскому языку, и Наталья Полосина, начальник отдела общего образования Министерства образования Алтайского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Владиславовна, первый вопрос вам. Вот изменения, которые произойдут уже 1 сентября, это нормальное рядовое явление, чем не устроили предыдущие стандарты? Стандарт меняется в меньшей степени. На сегодняшний день с 1 сентября стандарт не меняется. У нас как был второй иностранный язык обязательным, родной язык и родная литература, как был в федеральных стандартах, на 1 сентября он так и остается. Да, на сегодняшний день обсуждается вопрос в Министерстве образования, в Министерстве просвещения Российской Федерации о том, чтобы второй иностранный ввести как рекомендательный предмет, но новый учебный год мы с вами начинаем в рамках тех стандартов, которые действовали в прошлом году. То есть может так получиться, что среди учебного года вдруг отменят второй иностранный как обязательный? Но среди учебного года может выйти нормативный документ, но отменить мы его сможем только в том случае, когда там будут установлены сроки в том нормативном документе. И учебный год нам в любом случае придется дорабатывать с тем стандартом, который начинаем с 1 сентября. Но информация же в интернете появилась, что отменят его. Это еще недостоверно. Наверное, нужно читать немножечко по-другому эту информацию. Да, она появилась, но никто не говорит об отмене в чистом виде. Все говорят о том, что возможно он будет выведен из разряда обязательных предметов в федеральном стандарте, а будет лишь рекомендован к изучению. Это другой вариант. Об отмене в чистом виде сегодня речь не идет. Галина, вы как считаете, необходим второй иностранный обязательно заставлять ребенка учить английский, тут же через кабинет перешел, на следующий урок пошел на немецкий. В итоге не английский, не немецкий, как мне кажется. Чтобы действительно не превращалось все это в профанацию, в невежественное изучение данных иностранных языков, изучение второго иностранного в любом случае должно быть добровольно. Потому что не все учащиеся справляются, так скажем, с психологической какой-то нагрузкой, при этом не каждый из них видит какую-то смысленность, осознанность изучения языка. И чаще всего просто школы же у нас идут общеобразовательные, если есть отдельные классы с изучением углубленных предметов. В таком случае, да. Но опять же, это все остается сугубо индивидуально, добровольно. До начала нашего интервью мы с вами беседовали, вы говорили о том, что к вам приходит ребенок и говорит, что давайте часто позанимаемся английским, и часто занимаемся немецким, а потом еще и русский. Действительно, разные бывают ситуации в моей практике, потому что бывают случаи, что часто мы занимаемся, грубо говоря, английским, часто немецким. И, конечно же, я понимаю, что творится в голове этого учащегося ребенка. Ну, лучше изучать качественно, да, но при этом один предмет, чтобы не было такого мимолетного проскальзывания, так скажем, по каким-то верхушкам. На мой взгляд, вообще наше общество, конечно, очень бурно развивается, и в том числе развивается в языковом плане. Посмотрите, насколько у нас сегодня интегрированы все возможные связи культурные, культурного обмена, экономические, торговые и так далее. Наверное, для тех, кто хочет связать свою жизнь в будущем и продвигаться каким-то образом по службе, изучение иностранного языка необходимо. Причем ни одного иностранного языка. Ведь не зря у нас сегодня достаточно большой разбег в изучении языковым. Посмотрите, мы же не просто ограничиваемся изучением второго, немецкого или французского или иного какого-то. У нас сегодня появляются такие языки, как китайский, испанский, итальянский и так далее. То есть сегодня изучение языков, оно имеет место быть. Единственное, наверное, ведь обязательный язык, который вводится вторым, он же не идет вот чисто в той программе, когда мы говорим о первом обязательном языке, с грамматикой и со всем остальным. Он идет несколько иной, он более разговорный и менее настроен на грамматические какие-то упражнения. А на детей-то кто-то смотрел, у них-то спрашивал, им нужно. Вы ведь вначале сказали, что действительно, наверное, для тех, кто в перспективе планирует. Ну, не все же в перспективе планируют. Знаете, ситуация какая? Ребенку, вот ребенок не любит мороженое, ему предлагают, хочешь мороженое? Он говорит, нет. А потом, когда попробует мороженое, говорит, как вкусно. Вот, наверное, нужно было вот этот шаг сделать для того, чтобы увидеть, пойдет, не пойдет, будет, не будет. Хорошо, и какие языки нам в школе предлагают? Давайте об этом поговорим. Многие хотят учить китайский, но педагогов по китайскому нет. Предлагают французский. Видите ли, у нас в этой школе есть учитель по французскому. Опять же, выбора-то нет как такового. Дефицит кадров – это сейчас проблема, правильно понимаю? Проблема номер один, потому что молодых специалистов в школе сейчас, к сожалению, не хватает. И да, действительно, если говорить о изучении второго иностранного языка, если в наличии преподавателя французского, значит, будет предложен французский язык. Если родители хотят изучать, дети китайские, да, потому что это очень востребованный сейчас язык, да, в связи с международными отношениями. Но только из факультатива, да, это что-то, что там. Да, и получается, давайте не будем никого рекламировать, но вы знаете, сколько это может стоить. В среднем ребенок должен отдать за урок китайского. Очень разные цены, да? Да, разно варьируется, конечно, цена. Но в любом случае, это, скорее всего, будут какие-то языковые школы, курсы и так далее. Ну, все равно не дешево, в общем. Да, конечно, это не дешево. Дадь, Луислава, ну вот сегодняшний день у нас две школы в Алтайском крае предлагают китайский язык. Всего лишь две. Ну, этого достаточно на сегодняшний день. У нас один человек только сдавал в этом году китайский язык. Поэтому, наверное, не все еще готовы к тому, что китайский язык изучать в рамках школьной программы. В любом случае, сегодня спросом пользуются более востребованные, что ли, и более известные языки. Такие, как вы говорите, если первый немецкий или первый французский, у нас и такие школы есть, то второй будет английский или немецкий. На первом плане, в любом случае, как второй язык, мы проводили мониторинг в большей степени немецкий. Немецкий, потом французский, потом английский, потому что кое-где идет первый французский или немецкий. Не знаю, мне почему-то кажется, что все сейчас как-то хотят больше налегать на английский, быть может, я, конечно, ошибаюсь. А потому что английский идет первым, поэтому второй идет немецкий, потом французский, а там, где вы правы абсолютно, там, где немецкий и французский первые для изучения, то второй выбирается английский. Мы еще говорим о том, что в расписании школьников в этом году появятся то ли новые, то ли дополнительные предметы. Вот об этом расскажите. Как мне показалось, они очень схожи между собой. Родной язык, родная литература. Вы это имеете в виду. Да, ну а чем родная литература от литературы отличается? Тут весь вопрос в том, что когда мы говорим о русском языке в чистом виде, то мы опять же говорим, это теоретический курс, который проходит в рамках федеральных и государственных образовательных стандартов. А вот родной язык и родная литература, это ближе к историческим корням. К историческим корням, к фольклорному творчеству, скажем так. И вот там не такое большое количество часов. Там один час родного языка и полчаса родной литературы. Поэтому в большей степени изучаем те корни, с которыми связывают нас. А на кого ляжет вот вся эта нагрузка? Кто будет преподавать? Учителя русского языка, литературы. Либо начальная школа, учитель начальных классов. Давайте сейчас посмотрим опрос. Мы вышли на улицы, чтобы поинтересоваться у барнаульцев. По их мнению, каких предметов в школе не хватает? Какие вообще можно убрать из программы? Да, и какие-то изменения, как они видят сегодняшнюю школу. Давайте посмотрим, потом обсудим. Как вы думаете, стоит ли какие-то предметы убирать? Да, я думаю, не надо. А почему? Ну, потому что они нужны. Какой предмет вам больше всего бы хотелось убрать? Ну, геометрия, наверное. А почему? Ну, потому что, мне кажется, это не сильно важный предмет. А вот добавить. Как вы думаете, в школьную программу стоит ли какие-то предметы добавить? Потому что я учитель танцев, поэтому ритмика – это круто. Я бы убрала то, в чем дети не разбираются и не хотят. Вот я, например, никогда не любила физику, химию, математику. Они мне не пригодились. Я просто испортила, извините себе, позвоночник, сидя на этих предметах, зевая и засыпая. Пускай физкультурой занимаются. Сколько больных вы посмотрите в стране? Я вот думала, что два языка детям трудно будет. У меня вот уже трое внуков в школе учатся. Ну, а так предметы, я думаю, что все нужны предметы в школе, которые сейчас есть. Ну, я бы добавила домоводство, как раньше было. А совсем убрать, я даже не знаю. По-моему, все нужны. У меня внук в этом году закончит школу, и я думаю, что им все предметы понадобили. Детям надо ввести в историю Великую Отечественную войну, чтобы они знали, что война была. Чтобы мы победители. А это сейчас никто не говорит в школе. Ну, вот сколько людей, столько и мнений, в общем-то, да? А каких-то таких кардинальных изменений в школьной программе люди не видят. А есть какие-то предложения, ну, например, как домоводство вернуть. Мне кажется, на трудах что-то подобное. Технология сейчас называется предмет. Называется не домоводство, а технология. А, по сути дела, те основные моменты, навыки, которые прививаются девочке, допустим, в плане домоводства, они сохранены. А вот для примера, например, в Армении обязательным является изучение народных танцев. В Израиле проводят уроки кибербезопасности. Вы как думаете, вот в наших школах можно что-то подобное? Я считаю, что, возможно, что-то подобное, конечно, не удастся вести в любом случае. Ну, недословно, конечно, да. Да, конечно, но я считаю, что есть ряд, пусть и небольшие, конечно, но ряд предметов, которые стоило бы вести. Это определённая этика, потому что наши дети должны учиться общаться друг с другом, принимать разные стороны нашей жизни. То есть это какая-то социальная психология в любом случае. Какая-то база должна быть заложена. Это элементарная информационная гигиена, возможно, да. Хотелось бы, хотелось бы видеть это. Наталья Владиславовна, есть что-то подобное в школах? Есть, есть подобное в школах, есть факультативные предметы, есть в плане внеурочной занятости, есть подобное. И там уже дети действительно выбирают то, что им хочется внеурочку, как мы её называем. Этика. Я, да, наверное, соглашусь, основы светской этики у нас есть четвёртый класс, там действительно есть такой предмет, и в рамках этого предмета изучаются, этот курс изучается. Говорить о танцах и о чём-либо другом, наверное, да, это можно, но только, опять же, как я уже говорю, это либо в рамках дополнительного образования, у нас достаточно большое количество центров, либо в рамках внеурочной деятельности. Если вообще говорить о каких-то новых предметах на сегодняшний день, то вот о новых мы уже сказали, но мы это прошли в прошлом году, а в этом году новых предметов мы не ожидаем. Наталья Владиславовна, до завершения эфира, буквально 20 секунд, сколько детей первоклашек в этом году идёт в школу? На сегодняшний день в 29 851 ребёнок, почти 30 тысяч. Ну что ж, в добрый путь. С праздником, да, он совсем скоро, буквально через неделю. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию.